Вместе по жизни, с любовью друг к другу и своей земле, семья Кашкарева, как эти два лебедя, они создали для себя свой маленький рай. Ни один десяток лет ушел, не все еще и сделано, но мимо их небольшого дома не проходят ни местные, ни туристы. Небольшое здание, построенное в 50-е годы прошлого столетия, сегодня выглядит как иллюстрация книги. А когда-то супруга просто увидела подобный двор в Подмосковье и предложила мужу украсить окна резными ставнями. Материалы для творческих идей самые разные. Например, вот эти грибочки из старых тазиков, а вот старый утюг, словно чудище, разинул пасть и скоро превратится в цветущую клумбу. Для души это все, во-первых. А раз душа и просит, значит надо это все воплощать. По поводу дома родительского, как память вроде бы, и решили как. Он смотрится вроде бы старенький туда-сюда, много пространства пустого на стене. Посидели с супругой, подумали, решили его чуть-чуть украсить вроде бы. Ну вот украсили, получилось красиво. Дом родительский, мы здесь все выросли и племянники выросли все. Поэтому наш дом, это частица души родительской. Поэтому мы, любые праздники, любой повод, мы все собираемся, племянники, сестра родная, брат родной, все собираемся, их дети приходят. В общем, это наш очаг. Все в этом дворе благоухает и радует глаз. За столько лет, признается Надежда, приноровилась и высаживает цветочную рассаду исключительно по сезону. Так получается, что сад цветет без перерыва. Плодовые деревья мандарины, кивы, фейхуа, инжир щедро радуют урожаем. Я землю люблю, люблю заниматься цветами. И как приехала сюда жить с 1987 года, я вот занимаюсь только украшением нашего двора, нашей, как бы сказать, усадьбы небольшой. Вечером двор становится еще краше. Самостоятельно супруги смастерили подсветку из гирлянд. Этим двором у нас любуются все, и местные, и отдыхающие. Все останавливаются, все просят сфотографироваться. Вот обратились во внимание на камнях, там написано, что на удачу, на успех. И рука нарисована. Они подходят и правда кладут свою руку. Это настолько интересно и привлекательно. А вечером здесь, когда еще все загорается, ну, в общем, все отдыхающие сидят на этих камешках и любуются. Ко дню города выберут самый красивый и благоустроенный двор и дом. Супруги из Головинки тоже участвуют в конкурсе сразу в нескольких номинациях. Но главный приз, звание самого сказочного дома в Головинке, они уже точно получили на многие годы вперед. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.